В начале аппаратного совещания губернатор Сергей Морозов сообщил о новых законопроектах, которые разрабатывает региональное правительство. Оформление в драмативно-правовой документ ждет выполнения наказов избирателей. Соответствующий закон должен появиться в скором времени. Выполнять тот или иной наказ мы слышали о том, что кто вам отискал, что это для нас суперважно. Для того, чтобы такого не было, у меня и у Анатолия Александровича, где мы, мне кажется, нашли понимание, как, что нужно сделать в ближайшее время. Все наказы избирателей должны обсуждаться с представителями законодательной власти и общественной палаты. Это станет основным принципом новой работы над ними. Дальше от глобальных вопросов перешли к частным. С 18 по 20 сентября ожидается высокий уровень пожароопасности. Это неудивительно, ведь сентябрь в этом году выдался теплым и солнечным. Чтобы дело не доходило до греха, нужно бороться с палом сухой травы. Во многом это основная причина пожаров в настоящее время. Десятки, так сказать, термоточек зарегистрированы за прошедшую неделю. Десятки просто выездов на тушение этих, так сказать, самопроизвольных пожаров. Губернатор отметил, что противопожарная служба находится в режиме повышенной готовности. А для тушения возгорания должна применяться техника из личных хозяйств граждан. Все-таки общие нужды решаются. Вторая тема связана с усилением бдительности за звонками в социальные учреждения по поводу заложенных бомб. На прошлой неделе вся страна, и Ульяновская область в том числе, пережила настоящий шквал сообщений о минировании школ и больниц. Слава богу, они не подтвердились. Эти анонимные звонки происходят с целью попытки общей дестабилизации обстановки на территории. Проходят с точки зрения того, чтобы напугать население. Наши враги нуждаются на ощупь пределы прочности. Потому что, я спросил, сколько надо сделать звонок, чтобы после которого реакция правоохранителя не должна падать. На каждый факт такого звонка должна следовать незамедлительная реакция. Такое поручение дал Сергей Морозов. После задач перешли к обсуждению уже проведенных мероприятий. Министр искусства и культурной политики Ольга Мезин доложила о состоявшемся Международном культурном форуме в Ульяновске. Количество участников форума, по самым скромным подсчетам, предполагается было более 2,5 тысячи человек. 2 тысячи человек посетили деловые площадки на тех, кто были зарегистрированы, пленарные заседания. И более тысячи покупателей пришли на книжную ярмарку. Количество, кстати, издательств на книжной ярмарке было в этом году уже 12. От культуры к экономике. Сейчас готовится бюджет на следующий год. Но и этот финансовый год еще не завершен. В настоящее время распределяется дополнительно полученный миллиард рублей. Губернатор поручил разработать планы инфраструктурного сопровождения инвестиционных проектов. Ни в одном из регионов России такой программы еще нет. И Ульяновская область может стать первой. Это позволит привлечь больший объем инвестиций. И вновь к текущим задачам. Область готовится войти в отопительный сезон. В соответствии с графиком мы на 1 сентября должны были иметь готовность 100% к отопительному сезону. На сегодняшний день готовность по области составляет 99,9%. По пяти муниципальным образованиям у нас по одной позиции идет неуполнение. Коммунальщики обещают для начала отопительного сезона справиться со всеми отставаниями. А в полях региона завершается уборочная кампания. Агрария региона приступили к уборке технических культур, в том числе сахарной свеклы. Урожайность именно, мы имеем в виду, это с гектара получение определенного урожая. Вот здесь мы действительно в истории бьем рекорд за всю историю Ульяновской области. А валовка, мы говорим про валовый сбор, вот за 20 лет, соответственно, да, действительно, здесь у нас является рекорд. Одновременно с уборкой завершается посевная кампания. По ее темпам Ульяновская область находится на первом месте в ПФО. И это отличный показатель. Егор Титов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.